Привет, друг! Ты на канале Смотри, учись, с тобой Миша Егор. И сегодня будем смотреть за Медузой от Кумана. Медуза очень метовый герой, очень популярный в пабах. И у Кумана свой особенный взгляд на этого героя. Он играет на ней через диффуза, до предопременно это был единственный проигрок, который играл на Медузе через этот предмет. Сейчас же это постепенно врывается в мету, так делают, делая все больше и больше игроков. Очень интересно посмотреть на эти диффуза в деле, тем более, что рейтинг здесь очень высокий. Показываю еще раз ранг Кумана 26, но в целом ранги достаточно высокие. И на примере Куманы научимся играть на Медузе в 7.29D патче, и всем приятного просмотра. Да, всем привет, Куман один из немногих игроков, кто играет на Медузе, Террор Блэйде, Морфе с диффузами. Вообще почти не металон, если зародил эту мету, но он действительно любит очень диффуза на многих героях. Диффуза в принципе сейчас очень метовый предмет, но вот эти все герои, Медуза, Террор Блэйде, Морфлинг, они становятся такими боевыми с этими диффузами. Смотрится забавно, на ранджевиках вообще не стесняется диффуза покупать. В первую очередь, конечно же, ради диффузов эту игру смотрим. Вот смотри, не самая приятная ситуация, но разменялись с Белочкой получается. Хотя, слушай, он даже выжил, ты смотри. Его сейчас отпоит. Аппарат шикарно тогда получился. Фраг, правда, не достался, еще и фласку ему не сбил. Гостик играется на Марсе тоже. Очень крутой игрок на третьей позиции. Большой ранг. Игра действительно выглядит заманчиво. Игра будет долгая, сразу говорю. Интересная. Кое-чем выделяться будет. Чего бы чем в наших роликах нету, так что... Приготовьтесь. К интересной экшеновой игре. Игра будет сразу же стики. Очень много жира дает стики на Медузе. Достаточно круто выглядит, и действительно. Ситуация с флаской. Крутая. Вышел на лоу хп. Отхилился до фула. Еще ей очень-очень близко это копье было. Вообще, Медуза достаточно сильный лайнер. Одна из причин, почему ее любят. На многих героях с линии приходится уйти. С 0-5 счетом. Против большинства матчапов. Медуза же достаточно редко проигрывает линию. А так, чтобы ее загнобили, такого вообще по ощущениям не бывает. Ну да, на войне Медуза действительно очень крутой герой. Благодаря вот этому щитку. Иногда спокойно стоит против Тимбера. Кстати, Медуза очень хорошо смотрится Тимбера. Очень металый сейчас герой на третью позицию. Так, Медуза, он вообще ничего на линии не делает. Только с шестым уровнем с ультимейтом может ее хоть как-то пробивать. Но все равно очень тяжело в этот щиток. Медуза вообще не пробивается. Хотя, казалось бы, щиток в единичку. Однако Тимбер вот вообще не может ее пробить. Плюс она все время на ренже смотрится. Так вот, кто не любит Тимбера, рекомендую Медуза. Против Тимбера. Медуза прям фирфармит. Она вообще ничего не делает. Плюс Змейка очень сильно Тимбера пробивает. Приходится Капельку покупать обязательно против Медузы на Тимбере. Капля нужно. Потому что Змея капец как сильно дамажит. Тут немного зафелил Смея... Со Змейкой? Ну, ничего страшного. Аппарат вышел, пачка идет ему под Тауэр. Мангусики еще себе принес. Заметь. Манга это, кстати, охранительный план на Медузе. Какая там на плотность. На Медовой Медузе это часто обустится. Против героя, который хочет тебя убивать или против четверок, которые хотят тебя убивать. Это как огромнейший Ферри Фаер в случае с Медузой. Ай, кстати, против них, против них еще с ума и у на дровке. Чем смотрю, он фраза на Ви юзает. Отца моего, что-то непривычно такое видеть. Он постоянно вот это с Таней в Мед кидает. А он же играл в одной команде с Рамзесом, с Нунчиком. 404 Эрор, или как там команда называлась, не помню. Что он с ними знаком, видимо. Возможно, из-за этого купил банду у Нави. Вот, кидает фразочки. По-моему, еще в Ижи Рамзес играл какое-то время, не знаю, более сумел на этот момент там. Но вроде как да. Так что дважды они в одной команде играли, если так. Так, и смотри, какая хорошая позиция для Змеи. Шалька Лька проишен мертвой, но в обмен на все абсолютно ресурсы Белки. Также очень хорошо Марса пробил. Ну и ПТ-шку собирает с Бенда, тоже очень популярная практика. Перчатка не так много дает. Вот Бенда скорость атаки и дэмэдж, которого временами не хватает настолько, что иногда можно увидеть в попытке фейса купить на Медузе, даже на хай-рейтинге. Хотя, конечно, после первого же теста этого предмета на Медузе все сразу же возвращаются к ПТ-шке. Да, вот в Медузе как раз такой ловкач, на котором ПТ-шку именно с Бенда хочется начинать сборку. Потому что вот эта ловкость супер приятная. Тема тут ему аппарат по итогу эту перчатку притащил. Воспользовался, так сказать. Ну, что-то линия далеко ушла, там Белка, получается, запуливала. Пачку вот так вот провела, пока аппарата не было. Ну, либо же это Марс был, честно, не заметил, но кто-то это явно сделал из-за этого линия. Вот так сместилась под Тауэр. То есть Крепы погибли из-за того, что пачка на пачку дрались. Марс там всегда на ощупь. Не самая приятная ситуация. Прикольно, еще что скиллпоин держится, не закидывает в первый скилл, чтобы... Чтобы в линию, видимо, не пушить. Вообще, это привычка старая, когда первый скилл был пассивкой. Тогда действительно не закидывали, чтобы линию не пушить. Сейчас нет причин скиллпоин держать. Но при привычке точно так же делаю на Дузе. Может быть, он ждет момента, что там, если на него нажмут арену, закинет скиллпоинт в щиток. И перечислил щеренотово, даже перед страхом смерти, перед страхом смерти, качают. Ну да. Потому что, во-первых, там разница в стиле скиллпоинтах не такая сильная. Ну, все-таки закинул два скиллпоинта в первый скилл, потихонечку сейчас будет в леса смещаться. В идеале, конечно, чтобы мы еще по стакали. Там как раз есть четверка Амирана, которая идеально может аншентов стакать ул. А этим и занималась и все это время. Но только не совсем понятно, кто этих аншетов заберет. Просто у него есть в команде Топарка, которая через аншетов... Которых сейчас через аншетов все разыгрывают. И вот не факт, что Куман заберет их. Потому что Топарки порой иншеты даже важнее. Особенно если у него тяжелый мид был на Топарке. А иншеты хоть как-то могут камбэкнуть. Ну, опять же, смотрю на крипсат Топарки, не в ощущении, что он прям очень тяжелый. Наверное, Творц тоже, если глянуть. Ну так, Медуза охранится на фарме в большом лесу. Во-первых, без Мома. Ты иногда чуть-чуть присыдаешь на древних, особенно если раз и разом спавнится драконы. На малом спяте ману восстанавливать нельзя. На большом тоже может не свистеть. Вот в большом вообще без потери хп фармит. Даже там с пятого левла. По мане тоже плюсы ходят. Ну и плюс, большой резан как бы опаснее. Но загонгать Медузу это задача не из легких. Какие красивые сейчас были микро-моменты. Курьером подсвечивал спот, чтобы стакнуть было проще. Потом нажал все ультимейт кентавра, проехался по крипам, чтобы их задамажить. Реализация еще Топорика. Топорик вообще шикарный и там на Медузу. Многие его покупают. Тут можно за тьму очень удобно вот эти леса прорубать. Вот прям чуть ли не каждое дерево. Просто сиди, руби, гораздо проще. Два спота одновременно легче фармить. Ну и плюс на линии тоже в самом начале у Медузы дэмэдж скромненький. И Топорик очень сильно выручается. Отличный. А это... Против ситуативно какого-нибудь Фуриона тоже отлично смотрится. Тут против Трента, против Белки даже можно найти применение. Недавно, помню, смотрел... Есть такой стример Никс. Сейчас на первой позиции играет. Вот он против Белки. Топориком просто дерево ее рубил. Она его не станела. Красиво очень выглядела. Смотри, реализация. Манго пошла. Нажал Манго. Юзану ультимейт. Сейчас нажал стики. Ну там капелька на Марсе. Причем можно было тэп аут при спокойной сделать. Но решил характер на развороте показать. Ну или можно просто было... Ближе к Эншу-то сделать тп. Как вариант. Там пофармить просто. Ну да, не начки. Сейчас без счета без змеи придется фармить. Это минус продажей. Эпварка зато там в спину заходит. Причем, заметь, что как только ему выпал Айронвуд, он его моментально выкинул. Оставился именно этот Оушенхарт. Я часто так обрадовался, когда увидел Айронвуд. Ну вот не совсем понял, почему он его выкинул. Он особо на воде не ошивается. Айронвуд дает больше атрибутов. Как это понимать? Возможно, медиа сейчас будет стоять. То есть он не сможет абсолютно все время проводить в лесу. Если Темпларка будет играть на древних, то она может выходить на бот. Медуза может фармить мид. Переходить на топ. И вот в миде Оушенхарт интереснее выглядит. Хотя такой соблазн в воду сейчас спуститься. У него же достаточно обзора. Мог постоять пару секунд, пока я бываю в воде. Ну, по итогу Темпларка сначала пофармила верхний лес. Потом пришла в мид к Медузе. Не удивлюсь, если сейчас еще и на древних придет. Пармить изделить. Какая же вкуснятина, ты посмотри на это. Вообще невероятные стаки. Момбы сюда. Но походу без Темпларки он не убьет их. Им нужно вместе их убивать. Темпларка любой величины стаки. Фармит. А вот Медуза этим же похвастаться не может. Медуза, наверное, убьет. Тут и змейка фулл хп восстанавливает. Вот тебе не кажется, что можно вообще ультимейт даже нажать на миде стаки? Ну, ультимейт не сильно фарм ускоряет. Я тебе скажу. Ой, ты посмотри, амперспирит расшивается. Сейчас мансить будет в сторону древних. Экспу поделят. Вообще ни разу не видел, чтобы на стаки ультимейт на Медузе нажимался. Войн пришел реальный текст выделить. Но все улетел. Медленно, но верно, все-таки забрал эти стаки. Куча нетворса получил. Первое место у него по нетворсам. Кайфанал явно. Ну ладно, что-то уже на урон было, чтобы эти стаки зафармить. Против дровки тебе мясо особо не нужны. Ой, он сейчас может... Хотя у него 15 стиков, по идее, ладно. Тут вряд ли умрет. Плюс еще подлетел ультимейт орб. Немного испугался на жалстике, там мало хп было. Ну и смотри, файт вообще идеальный. Это получается он миллион стаков сейчас зафармил. Очень круто по файту, все убил дровку. И дальше идет просто спокойной душой фармить. В идеале еще на какие-нибудь стаки наткнулся, чтобы змейку нажать. Ну, либо самому стакнуть, змейку нажать. И на то, что там, она у него закончилась. С големов можно восстановить маны очень много сатиров. На големах обузить нужно. А сатиры очень кайфовые. На линии 2 рейнджевика достаточно, чтобы уйти в плюс по мане. Ну, ты когда видишь кентавра, у которого монопул 200, и ты 40 маны себе восстанавливаешь? Становится грустно. Ну, у волков еще лучше. У трех волков суммарно 0 маны. У тролля, по-моему, 300 монопул, кстати. Ах, он еще 150 маны восстановил. 40 с кентавра, 110 получается с тролля. А сколько там мы на полу тролля? Я не верю, что 550. У тролля 550. Теперь веришь? Нет, тролля 600. Нет, 550. Я просто думаю, если я уверенно скажу, то... Ты прокатив, думал, мало ли ты глифуешь. Но я опять же не сидел, не мерил всех крипов. Я буду знать, что... Приснюйте. Буду знать, да. Додавать роля, можно плюс поманивайте. Так, на его сгонах дальше. У маленьких маны есть целый-то драконов, только у больших. Продолжение. Вот и как бы и диффуза, те самые диффузами. Можно рано начать файтиться, куча урона. В идеале это еще делать против героев, против которых диффуза отлично смотрится. Здесь, в принципе, они имеются. Против эмбера. Отличный выбор. Против Марса, чего бы и нет. Ну и просто... Такой чисто темповый предмет, чтобы рано драться, начать. Вот, против морфа тоже идеальный выбор. Морфа они любят, когда его монобернят. Вот, и диффуза в этом плане. Зачастую помогают. Плюс еще статы кайфовые достаточно от диффузов. То есть это ловкость, которая так нужна Медусе. Тут толкает линию. Манту, кстати, может, по идее, спокойно нажимать. Тут только что все враги. Хотя нет, уже не может, извиняюсь. Как только эмбер появился. Все, про манту забыли. Ой, тут ддшка. Кайф. Причем это абсолютно каждая игру манта диффуза. У него билд крайне редко меняется. Но вот именно манта диффуза, все игры кумана, которые я видел, они начинались через эти два предмета. Одна из причин, почему агоним на Медусе любят, это Медусы герои без контроля. Агонима свои плюшки еще есть. Физический дамаж входящий увеличивается. Но эти фазы, они очень много урона дают. Они и пулминселект расширяют, что немаловажно. Садайте нам на пул. Неплохой файт. Убили эмбер спирита в размене на кентавра. Очень круто. И смотри-ка, цепанули дровку в очередной раз. И выпал лохотка. Просто мечта. Когда ты играешь против рейнджового кора. Надо темп ларки оставлять. А не дохерать ли надо темп ларки оставлять каждую игру? Ну, Медусе нужно, получается, найти квиксиллер. И все. Яблоко тоже очень обузный примет на Медузе. КП очень мало. Маны дают очень много. А тут и то, и другое тебе. Единственное, что... Плотность это сильная сторона Медузы, а в ДПС слабая. Мне как-то хочется слабые стороны надо усиливать. К сожалению, квиксиллер не выпал. Можно яблоко взять как вариант тогда. Неужели он будет с этим... Мошен Хэр там все еще бегать? Он даже не верится. Яблоко... Яблоко очень круто, айтем. Соглашусь. Не до хрена хп, до хрена маны. Считай, как... Как стики. Только без трех ловкостей. Причем, смотри, даже в сторону файта смотреть не стал с этими диффузами. Остался на фарме. На сплите. Там пофайтились по итогу не очень успешно. Его команда в четвером погибла. Блин, а тут он не намотается ли? Че-то я смотрю. Помогу, нагловато он. Ну ты посмотри, только на него напали. Мирана моментально побежала. Темпларка тоже ТП в мид моментально побежал. Убедился, что Медуза в безопасности. И пошел по своим делам дальше. Опачки. На тринте можно диффуза реализовать. Да, действительно. Монтовича в дефонок. Как странно 500 раза? 600. Прям по тринше таки Медуза. Ну, красиво. Правда там... Мне знаешь? Пожали у себя манты, правда, на хг залетела. Мне покоя не дают диффузоны сайленсера. Мне регулярно пишут... Мишаня, как тебе диффузоны сайленсера? Я всегда отвечаю, что это в духе нормалин. На самом деле, в душе я понимаю, что скорее всего не нормалин, но так хочется это. Почти 100 маны за удар ты отбираешь от противника. Это и интеллект, и скорость атаки, и каст рейндж под рейндж атаки как раз. Вроде херня, херня. Я вроде 4 раза вражеского хардера ударил, он без маны уже все. Конечное. Так, ну и в Криквай Скаде, опять же, Баттерфляй здесь смысла пока что нет особого. Потому что опять же против ультимейта дровки работает это не очень хорошо. Вот Скаде против той же дровки взять. Дело святое, это тебя еще сильнее уплотнить. Это еще дополнительный контроль, то есть у меня и диффуза, и Скаде. Куча хп. Медуза очень жирная. Бенжевики там, в принципе, тоже имеются. Книгу, причем себе еще забирает, тоже книга. На самом деле, важна на Медузе, потому что все-таки таланты ей сместили. Хочется побыстрее 20 уровень получить. Талант на змейку. 25-й тоже, получается, автомат на сплитшот под Скаде. Так вот, сейчас книгу на Медузе брать. Это правильно, как по мне. Ну, первую книгу, наверное, не стоит брать. Потому что саппортом для ультимейтов оставить. А вот, примерно на 20-й минуте книгу взять. Нормальная тема. Как Куман, чисто. Так что, 20-й уровень слишком важен сейчас на Медузе. Ну вот, 20-й уровень. И предсказуемая талант на ману сейчас обязательно на 20-м уровне. Шарт очень сильный. Аганим тоже очень сильный. Все еще. Похуже, конечно, чем раньше, само собой. Но вот шарт очень крутой. Таким и остався крутым. По поводу талантов, вот знаешь, Аганимная Медуза похуже себя чувствует. Но вот физовая, которая может взять себе и получение маны, и скорость атаки. Это прям нереальный кайф. 14 тысяч на Творца, очень уверенная. Первое место занимает. С момента, как он эти стаки зафармил, он на первое место моментально скакнул. И уже не уходил оттуда. Вообще интересно, это из-за разницы в ранках между Темпларкой и Медузой? Темпларка настолько командно играет. И постоянно бегает в сторону Медузы, если у нее проблемы, и в малый лес не заходит, если там Медуза. И на стаки даже не претендовал. Или это просто игрок такой? Он, походу, на миде не играет на Темпларке. У него, ну, зашел к нему в профиль, у него там саппорты 25-го тира. Видимо, он не мидер вообще, потому что не поделили роль. Драка за то, кто будет запортить. И моментально переключается на дровку, как только возможность появилась. Очень круто. И еще и тренд тоже подарок. Медуза умерла, иначе Решана бы убили. Соглашусь. Просто посреди файта стоит, Сяхма набернет. Парк и пед смерти, но опять же, парень не играет на миде, реально. Драка за то, кто будет саппортить. Все-таки поиск не по ролям. В таком рейтинге большом. Непонятно, как Эмбер этот умер. Загадка. Так, вот интересно, осилят ли они Решана без к парке? Блин, насколько же Эмбер не вовремя умеет. Да они же могут вообще на халяву просто этого Решана отдать. Ух ты, сырной. Кинтур. Интересно. Я кайфовую с кончиком. А если это... Мом на дровке, это вообще охренительно. Почему нет? Моментально древних фармерш, очень хороший ДПС с позиции. Нет, не в каждом бассе ты его сможешь нажать, конечно. Но время от времени можешь себе позволить. Скинул второй одну тычку со стрелами дал. Врубил Мом. И какая же противная эта медуза. И какая же противная эта медуза. Опять же, вроде бы это герой, который на 25-й минуте, но никак не может урон нанести. А вроде бы с дефузами трон чувствовать, да и опять же, даже если ты не убиваешь противника, у тебя хотя бы два источника контроля, три даже с ультимейтом. Ты мне набернешь. Совершенно не боевым противники становятся. Красотища. Вот змеюка прям свое дело делает. Прям полноценно сейчас была реализация этого таланта. То есть он просто змею в файте кидает, у него в сара уже фулмана, его вообще не прибивают. Если ультимейт рента залетает, либо чайный, он просто и диспелит с мантой. И он просто может с этими дефузами спокойно впереди находиться. К нему чуть-чуть подойдешь, он дефуза нажмет. Кстати, очередная реализация дефузов, но тут посложнее, конечно. Эмбер в любом случае улетит. По вышкам они плохо работают, но тут все-таки против тренда играет. Тренд вышки хилит, из-за этого у них по вышкам все грустно. Все еще т1 в топе стоит, т2 на миде и на боте. Вот сейчас решил надавить. Вот, нажал дефуз. Стрела, кстати, под дефуз, прикинь. Да, красота. Крытая реализация. Дефуза. Блин, а ведь без диффузов бы не убили этого Марса в жизни, мне кажется. Прошу прощения за небольшую склейку, технопаузу у нас была. И собираются по ботам. Опять же, Рошан мертвый, ничем не рискует при таких перетяжках. Отец, смотри-ка, противники сразу же пошли мстить аппарату, но наступили на весь вишен, на который только возможно, и возможно даже выживет. Этот аппарат, извините меня, самый русский язык, пожалуйста. Не заметил, кстати, он на иллюзиях мультишот успел включить? Успел. Моментально переключил мультишот на пуш после этого. Опять же, был период у Медузы, когда... Ой, очень много реварков в Медузы было, так что я думаю, не лишним будет. Уточнить, что когда первый скилл был пассивкой, поздно царе дамаж не уменьшался только по второстепенным. Сейчас уменьшается по всем, не только белый дамаж, но и зеленый. Так что даже покупной, не только от ловкости, уран будет уменьшаться. Так, и смотри-ка цепляет эмбир спирита, перестраховался от ультимейта, но, по-моему, это даже лишнее. Это невероятно много урона. Хотя, опять же, два кора редкликали. Да, просто парень на эмбре лопнул за секунду. Так, и что, все-таки решил баттерфляй купить? Я думаю, что блинг за кредит. Мы тоже смотрели один раз игру в артисе. По-моему, тоже напротив дробки была, вместо баттерфляй за кредит, я просто зеленый блин. Очень даже ничего, так выглядело. Он в нее прыгал постоянно. Ой, ну как же темпу арки тяжело. Темпу арки, это не минусы. Он мог закрыть ее от пули. И сейчас этой ситуации не было бы. Он не видел, мне кажется, этой пули. И смотри, где темпу арка умирает. Просто жесть. Ну, Куман здесь никак не умрет, но в темпу арке игра чего-то вообще не идет. У него уже, получается, шесть смертей. Он сейчас аж два раза погиб. Ну да, все-таки будет баттерфляй. Пока что не планирует, видимо, грейди дайгер. Он справедливости радио. Справедливости радио, это спейс темп арка. Она все еще имеет их хрена нетворца. Даже больше, чем у вражеской дровки, который там вся команда абсолютно парм оставляет, оберегает всячески. Ну, тут Рошан очень второй важный. Не хочется шартной в Медузе самому покупать хочется. Именно его со второго Рошана выбить. Рошана они убили довольно рано, так что-то ждать, по сути. Не очень долго, там три минуты. Три минуты просто подфермить. Паладенсвор, кстати, выпал. Интересно тут вард, в центре стоит просто. Блочит кемп. Можно сломать его, на самом деле, этот вард. Не хочет кома, ну, мать его. Нет, непонятно, какую роль он выполняет. Нет, как бы, хорошо, чтобы присветить, там, целый пак вардов. То есть, ты палишь вард вот здесь, здесь, здесь и очень редкий вард. Там между деревьями ставится, я не помню конкретную точку. Но я видел, как ставился вард вот в эту область. Именно до которого не досянется вот в центре. Может быть, кто-то срона и... Это же после таких... Срона инвиза, может быть, кто-то был. Ну, пусть такого ломается обычно. Человеком, который поставил. Так, и... У медузы 25-й талант. Нажимаются смяки, правда, вот он моментально их заревилил. Как по мне, на ХГ хочется заходить только после Рошана. Чисто убить Рошана? На ХГ уже попроще будет заходить, а так... Могут в очередной раз подставиться под белку, и все. Тут два еще тоже могут попробовать поломать. В топе что-то тоже могут придумать. Красиво тут манты использовал. В этой игре, причем, с умаим, тоже талантно ловкость. Видимо, в каждой игре именно ловкость на дровке берет. Опачки, ревизация, бренка с диффузом. Накинулся просто на Бельчонка. Ну да, мы что-то не хватило. Пишет большой минус бабочки против дровки. Что на части этих местов все равно пробивает. Как-то МКБ-шку взять самому против белки. В будущем против бабочки на дровке. Слушай, я в каждом видосе обсуждаю МКБ и бабочку. Не знаю. Так, а команда-то вся подохла. Но Медуза, Медуза, нельзя. Всю ману выше к Эмберу. Не может он на ремнанту и лететь. В стике у него тоже не заряжены. Но команда сейвит. После байбака Марс. Так, ну сейчас, смотри, будет дайгер. Хочется еще кого-то подцепить. Нет. Нет, это просто разошлись печально. Это совершенно неуязвимо. Состоит фронтвенит. Темп варка уже седьмой раз умирается. Дотворцы падает и падает. Хотя он в этом файте с БКБшкой был. Однако все равно. Долго не продержался. Какой же кайф этот паладин сворд. Под талант на двадцать пятом. Еще и спелл 10 сил, что достаточно забавно. Даже с змеей килишься. Не сказе переложил, резко фуловый. Еще такой билд красивый. Причем в ловкости 250. Всегда очень приятно смотреть, когда у тебя миллиард ловкости. И вот дровку не воворажит, какую команду была в союзную. Было бы совсем круто. Продолжение. Прикольно, кстати, фишка, честно говоря, первый раз вижу. Когда ему смейка подлетает, он с Кадди выкладывает. У него мана становится фуловая и обратно с Кадди подбирает. Честно говоря, даже не задумывался. Так-то... Так-то круто. Можно побавоваться иногда. Ни в каких боях Дейдаллас. Посылать ПТ-шки, этот Дейдаллас скорее всего ляжет. Нет, вообще не боится бабочки на Медузе. Вообще не боится мясо в Белке. Бульвар к Марсе даже МКБшка круто пробивается. Ну и нажимай, не терпеться и взять рапиру. Парели, что здесь парк находится. Прыгает просто в самый эпицентр за место дисплей от Ultimate Rent-A. Вот правда, из арены бить не может. У нас срочно кого-то убивать, потому что хочется Рошан забрать. Но блин... Катят очень сильно по файту. Арена, как по мне, зарешала невероятно сильно. Гвоздь такой, сейчас Соливар, раз за разом эти арены. Ну, тут два Реншкора. И он всегда, абсолютно каждая арена мешает кому-то редкликать. Мешает кому-то передвигаться и так далее. Так, ну смотри, по итогу разрулили по позиционке. Минус три просто. Все равно кайти, да блин. За несколькими зайцами пытается угнаться. Так, Диффуз нажал. Ну не, они догонят никак. Ну, Рошану надо срочно убивать. Второй Рошан, шард халявный для Медузы. Айгис, сэр. Опять, игра должна закончиться после этого. Их очень большая Медуза. 30 тысяч надворца, в два раза больше, чем у дровки. Сейчас еще появится шард с Айгисом, и... Ну и все. Какую Медузу не остановить? Еще вот по талантам на 25-м, когда хочется проблему с ДПС-ом решить. А Эмбир Спирит мог бы и своровать. На самом-то деле. Айгис рисковали они сейчас. Так вот, по талантам на 25-м, очень крутой Мьюлнир может выглядеть. Опять же, вроде бы Мьюлнир ассоциируется с грейдом Зарашенного Майла. Вроде бы на Медузе. Он выглядит невероятно круто. Это и щит на себя, потому что герой. Один из самых жирных в доте. Это и с мультишотами отличная синергия у тебя. По сути, на каждый удар будут эти молнии вылетать. Тем более на грейде. Там, вроде бы, молния по 160 бьет. Даже по 180. То есть, по сути, 204 урона с руки. Если правильно эта молния ударит. Блин, еще и скорость атаки, еще и активка. Нереально крутая. Блин, так нахваливал шарт на Медузе. Думал, что ему именно шарт оставится. И только сейчас понял, что там, по сути, таргетных скиллов вообще нет. На предметах тоже работает, кстати. На таргетных предметах тоже маловато. Это только Алибарда и Пика. И агонимный скилл у белки и все, по сути. Так что, да, шар тут на темп-варке. Покруче будет. Не часто такие игры, где так мало контроля таргетного. Так что, шар тут необязателен. Ну, все равно, рано или поздно появится. Просто как слот, можно сказать, дополнительный. Так, парка часто умирает. Я Игос оставил Медузу. И так живет очень долго. Ну, шо, пора на ХГ заходить? Ну, зайти сложно, честно говоря. Там тренд хилит вышку. Белка очень круто отстреливается. То есть, она кидает агонимный скилл. Кидает второй скилл сойти супертяжело против нее. Эмбер откидывается фестами. Дровка с Драгонлендсом тоже может настреливать. Марс, не знаю, откинуть как вариант. То есть, ему и на ХГ не так-то просто зайти. Нужно убивать героев. Ой, задолжил второй скилл. Блин, белка самый важный таргет. По факту. Он в камуфляже скрятался, я правильно понял? Да. Угу. Ну, это самое важное таргет, что он больше всего отстреливается. Как у него столько натворца на белке вообще? Это же четверка белка, у него 12к. О, что? Апарейшн застрелил на фонтане. Привет. Красотища. А, ну все-таки. Не, Апарейшн герой такой мразотный, я всегда его ненавидел. В этом патче это еще и имбища. Вот просто аппараты виверна, кажутую игру аппараты виверна. Не, не бывает по ощущениям игр, в которых нет аппарата или виверны. Ставим себе еще в нейтральный и там фликер. Фликер тоже офигенно здесь смотрится. Много чего. Можно задиспелить, скорость передвижения. В линкануце иногда можно. Так, но тут у него будет сыр. Мамы уже все вышли. Нажал сыр. Правда, в даггерах когда. Ну, непонятно. Так. Как бы тут не намотаться. Позиция не самая хорошая, честно говоря. Не, если про медузу, то у нее редко бывает нехорошая позиция. Вот сменится фликер. Фликер не диспелит руты. То есть против ультимейта тренда это не работает. Против первого скала имбера это тоже не работает. Так, и очень много замедления под дровки. Как же с фликером сейчас не портануло и... Реально. Так что ты был прав. Можно намотаться и намотался. Да, но опять же очень сложно заходить. Капец, как кайтят сильно. Слишком много всего, чтобы откидываться. И что, не получается, только тавер сломали. Байбек на тренте был. И все, да. Причем, знаешь, основная фишка дровки, пробивание брони. Нет, настолько посредственно работает против медузы. Потому что броня все равно на счет не работает. Дровка себе еще огоним всего. То есть они там капец как дефают жестко. Не огоним, шард. И все, на стычке пачку по сути убивает. Ну и с третьего скила тоже пачка убивает. Как зайти против такого, вообще непонятно. Игра может вообще бесконечно продолжаться. Причем они сейчас рестнется. У них три линии запушены. Они начнут отпушивать. Когда противники свеженно уйдут. Начнется конвейер. Даже если они отпушат, даже если ломанутся по одной линии в пятером, то белка и эмбер слишком обидные герои. Трент тоже. В кустах постоянно будет ходить. Он хотя бы без метеор хаммера, он не так хорошо отпушивает. Он еще с акторином на белке. Блин, вообще жесть, конечно. Орехи и огонимный скилл. Второй скилл очень раздражительный. Как вообще? Как сломать такой против такого драфта? Вообще представить не могу. Темп варка тоже впереди вообще никак не может находиться. Потому что вот этот контроль слишком ей мешает. Ну, смотри, причем, какое решение. А нет. Подумал Хекс купит. Я как-то видел на игре Кумана на метро всех силу. Он очень как Хекс любит. Здесь, в принципе, Хекс смотрится хорошо. Ни у кого линки нету. Против Эмбера отличный артефакт. Белку какую-нибудь попробовать убить. Монополы тоже тонны. Такой момент. Это для меня был неочевидным, когда я впервые видел спам Хексана Медузе несколько лет назад. Это реально очень много маны, и, как следствие, очень много жира. Да, ну вот Куман частенько берет. Хекс. Контроль штука важная. Но урон тема очень больная. Даже сейчас ты дал, взял. Все равно урона не хватает. Ты прыгаешь на эту дровку. Она делает форстав. Ты не можешь ее чистить, потому что не хватает урона. Ну там еще миссов миллион у дровки, баттерфляй на Марсе, алебарда. Он миссует жестко. Все-таки Хекс. Слот ботинка. Не МКБшка. Да, МКБшка же это идеально. Против белки, против бабочки на дровке, против просто бронедровки, против бульварка Марса, против алебарды Марса. Странное дело. Смотри, Хекс. Средизировал. Выпрыгнуть, Хекс. Средизован, да. Правда, тебе важно. Средизован, да. Это... Настолько... Неважно. И сравнивать с убийством дровки. Опять нажимает Хекс. Надаем еще нет. Плюс миссует. Пошел вперед просто фронтой нить. Марс застыл. Просто статуя. Очень сильно катит. Ну, мувспида на самом деле по ощущениям хватает. Чего-то нажимает этот блинг. Плюс фликер мувспид дает. Вроде как справляется. Кое-как. Ну вот по файту их очень сильно катят, что... Медуза отделяется от союзников на секунду, и союзников просто в этот момент убивают. И медуза остается одна. Сложная игра. Вот непонятно, как противники столько предметов на покупали. Вот та же белка, откуда у нее столько много. Ну, белка всплесила очень много. Опасные линии. И в хбээссенции аганима. Опять же, как убить дровку, не имея МКБ. У нее 45 армора и 35% мясо. Ой, какие 45-55 армора. 75% физзащита. И от 25% мы отнимаем треть. Потому что бабочка. Проходит меньше 20% урона. По ней. Кстати, по-моему, ошиблись. Сказали, что белка в камуфляж ушла. Ну, в шардовый скилл, по-моему, мы с клянемся на уши. Просто некому фляжу. Это талант называется так. Там прямо написано, камуфляж. Вон, тогда про шар сказал. Хотел исправиться. Так, у него телепор вку дауне. С северником там противопоказано что-либо придумывать. Но надо драться. Рошан, появился третий. Надо что-то сделать. Рошан супер важный. Сейчас, когда мы еще в Рошане, в Рошане шард. Ой, рефрешер. Ну, да, шард, по сути, рефрешер шард. Да, что-то мутить. Копочки, опять реализация Хигса, но Аиндиск Дэмэджа не хватает никак. Убили опять Кентавра. Блин, ну как? Я не понимаю, почему у союзников такая позиционка раз за разом. Просто все, все в разных местах находятся, неисплоченно как-то они играют по ощущениям. У всех своя игра, такое ощущение. Кентавра, надо бэйбэкаться. Рошан, Рошан, эту игру может решить. Ну, тебе есть мысли, как убить дровку? Все, мы же темптарка, мы же этим заняться. Там вообще каждого героя очень сложно убить. Как убийство каждого героя на вес золота. Трента не убить, он всегда в деревьях. Отличную позицию держит. Дровка неубиваемая, у нее сатаник, у нее мясы. У нее куча хп, у нее хорошая позиция, пика. У Эмбера, а индийский ремнант тоже бессмертный. У Белки хорошая позиция тоже в деревьях держится и в инвизе постоянно находится. Плюс контроля дофига. Как вообще тут кого-либо убить? А Марс, он жиробас, блин. Он его просто не пробивает на Медузе. Плюс месует, опять же. Там пик бессмертия какого-то. Я честно не знаю. Выглядит все хреново, честно говоря. Сложно очень. Кого-либо убивать, сложно на хг заходить. Как вообще выиграть, я вообще не понимаю. У темпуарки тоже все ужасно. У него нету вспомогательного кора, он пропал. Кентавр фидит постоянно. 13 смертей у парня на кентавре. Темпуарка просто на несколько раз погибла и все, она ничего в игре не может делать. У нее урона нет, у нее только дезолятор из урона. У нее маленький нетворс. Не дай даусы, ничего, только 25-й появился. Талантный рефракшн. Просто вспомогательного героя нету. Эдэшка, кстати, это шанс. Вот воспользуется этим шансом. В кого прыгать вообще? Ну, в белку что ли? Ну, в белку по идее. Если подставиться. В белку в Трэнта. Да, да. Если бы фликер, ты спелил роты, это настолько была бы другая игра. Не пошло, но хотя бы Марса бы убрать. Есть силибарда. Нет, выше гостя к Соливар. Мертвый, конечно, сейчас Соливар. Но... Без байбека. Зато вот этот из Трэнта байбека убил нас внутри, кого убивают еще и Трэнта. А вот Трэнта как-то моментально стер. Ну, неудивительно, ноль брони, ноль хп. Ууу, стрела. Но там и индейский будет, да? Ну да. Зато есть хекс по дровке. Мисс, мисс. Мисс. Ладно, в пятером и через бабочку можешь нам убить, но есть бай от дровки. Ну все, Рошан им достается. А белка там, смотри, что задумала. А это не шардовый скилл. А это и оригинальная белка бегает. Шардовый скилл неоправляемый, вроде как. Это хекс и байбека. Да, круто. У Тамбларки тоже есть кивер, это хоть какой-то Трустрайк. Хотя бы на один удар, это тоже смешанный дэмэдж. Потому что кодречь о том, что у кого-то 80% резисток урона, 83% физическому. Вот эти 300 магического дэмэджа могут многое поменять. Но согласись, Хекс, так-то решает. Вот этот контроль. Хекс, а тамбларка тоже все Хекс, его. Ну вот миссы, конечно, штука, штука страшная. Маганимус я покупал эссенцию. Блин, ну как же не хватает? Вот я мечтаю просто, чтобы вернули Трустрайк на Рапире. Настолько офигенно было с Трустрайком на Рапире. Но тогда МКБ вообще никто не покупал. Единственный, единственные бабочки никто не покупал. Нет, ну бабочку все равно покупали. Да, как-то очень редко. Ты помнишь, как мы раньше реагировали сюда на бабочку на Чиггернауте? Наверное, самый лучший пример. Что-то, какая бабочка. О, тут три стрела, 5-секундная Террор Блэйда. Жаль, что блинка не было, чтобы ультимейтам продлить. Скидывая здесь ульт, есть Змейки. Но приходится сажение поменять позицию, противники все живы. По итогу стрела. Только их зафорсивая скиллы отдать всем. Блядь, что делать? Опять не зайти. Что ж такое? Что стичь Горды есть? Может, рапирка? Ну, либо МКБ тоже. Не помешало бы. Мон шарт у него съеден, а гоним съеден. А гоним шарт только, разве что, можно еще купить. Якс можно перекладывать, кстати, как вариант. Хотя, ну, такое там долго будет. Предмет из серого становиться нормальным. Шарт есть, агонимная эссенция есть. Сейчас, вот из-за того, что не займет слот, остается только агоним шарт. И тот не выглядит прям до хрена полезным. Реально он уперся. 9000 Метворса. Мертвым грузом лежат. Да. Кентавр слишком часто сидит. Не знаю, что-то выплывет. У этого пары на Кентаврии вообще игра не идет. На 100 секунд без бейкбека умер. 14-я смерть. Больше всех на Фиде в игре. А нет, тренд только чуть-чуть побольше. На одну смерть. Такую позицию странную на Кентаврию выбирает. Может, не играет на тройке? На него что-то вообще не пошло. На серебряный тир это... Хоть какой-то опыт на герое. Все, теперь уже противники. Заходят на хг. Ого, стрела. Опять же, эта стрела только хуже делает. Залетела стрела, а не все. Все кнопки потратили из-за этого. Ультимой дузы, бэйбэк, тоже аппарат, нажал. Ну, хотя бы отогнали от хг. Рисация фликера, на смотри, кадровка идет чесить. Скидывается хех на нее на развороте, выбить бэйдиски с эмриспиритом. У меня какой же мягкий против рейт-клика. Шоу-бэйбэк. Реврэдж заезжал, есть ультимейт. Есть хекс. Продлить бы на дровке. Кои же он из вороты в интерксе. Ну, должен будет сейчас умирать. Ну да, этот файд, они должны выиграть за счет бэйбэка на бусин. Да он не может уйти в интерьер-ся. Как же долго она живет. Девочка? В инвест вошел. Серьезно, Вижен? Блин, она не должна выживать. Ну, только не говорите, что она выживет. Боже, ну как Вижена нету. Как не хватает магического урона. Живы в этом файте хочется на Бьюлнир смотреть. На МКБ хочется смотреть. Блин, а не белку. Да хоть на Майндбрейкер, хоть на что-нибудь. Да белка это, наверное, не самая большая трагедия. Большая трагедия то, что бэйбэк на Медузе скиннера. Да не белка большая трагедия. Я, например, сейчас это не может. Трагедия белок. Вконтакте игра. Не играл? Нет. Я вот играл давным-давно. Ну блин, она очень много делает. У нее нету бэйбэка, это один из самых важнейших таргетов. Плюс в ней гем еще лежал. Они обязаны были умертой белки. Можно было бы в трон попробовать ломануться. Я сейчас даже не уверен, что за время грифа она не скипнет пачку. Через кустарный. Туринт еще кусты так поставим. И не пройдешь. Все, смотри, оп, белка скилой закинула, минус пачка. Я сразу сейвить. Опять же опасно, если умрет вот эта вот пачка, которая сейчас на подходе. А эта пачка хербы с ней. И смотри. Пошли по сторонам. Который не рискует. Бэкдорн, он выключится через 2 секунды. Ладно, через 3. Ой, какая вредная привычка все-таки в бэкдорн упасть, потому что в этом столько хп себе этот барак восстанавливает. Они будут же верхнюю башню сломать успеха. Ну смотри-ка, накидывается на белку диска. Это он запустил диск, получается, на его треки собрал. Да, да, да. Блин, я так редко эту фишку ее вижу. Сейчас у нас сработало. Сейчас у нас сработало, да. Бежать, бежать, бежать. Фликер, б. Микросекунды не хватило до фликера. Нажимается фликер. Нажимается змея. Хекс-Б. Ничего, в один момент вгорячилось, что пушево шардом съел. Хотелось, чтобы его пушево шардом съел. Так, если там зарегистрали, нам... Ой, подожди. Эта штука... Ну, эта фишка с индийском зарешало, по сути. Угу. Белку бы убили без бэбэка, может быть, выжил бы. Сто секунд надо как-то дефить. Тембларка на тревелах, даже, наверное, в трон пытаться лететь. А тут же не поддефать особо, мне кажется. Втроем конвейером уж точно. Какие-то пердяшки, они могут что-то поменять. Глиф есть. Важный момент, то есть даже если не в трон, то хотя бы в сторону, потому что, ну, вот, дефать 3 в 5, это всегда именно так и выглядит. Темпларка это не тот герой, который рэмпидж делает на 58-м минуте. При 3 в 5 файта. И вот такой вот исход. Причем, опять же, ты смотришь на эту медузу 20 на 3 на 13. Да как здесь могут быть какие-то вопросы? А по итогу? Опять же, к дифузам 0 вопросов. Настолько безупречный билд, и я понимаю, почему он стал популярным. Практически не еду слова вставить. Это настолько круто. Это дешево. 3000 стоит дифуза. Это тебе и мана, это тебе и ДПС, это тебе и контроль, которого на героя нет. Это и косвенный контроль. То есть, самонабернул героя, то же самое, что Сайвен скинул. Не можешь убить, так сделай героя. Куском мяса, это просто бомба. Но в дальнейшем так не хватило смешанного урона. Ёлнира, МКБшки. Так БКБ тоже не хватило. Очень некобы этот хекс по-настоящему был реализован только один раз. По-моему, прям настоящая реализация. Прям зарешал, прям круто. Могу ошибаться, возвращаю тебе слова. Принц с рапирой по итогу закончил игру. Давно мы такого не записывали? Напишите вообще в комментариях ваше мнение. Стоят ли такие игры записывать? Потому что поражений у нас сто лет не было просто на канале. Вот, ну, не всегда надо, мне кажется, такие игры смотреть, где победа. Иногда вот и на поражения. Можно посмотреть, что-то для себя подчеркнуть. Игра все равно была интересная. Ну, пик там, конечно, мерзость вообще. На хг хрен зайдешь. И плюс у него, ну, просто не хватило как будто тиммейтов. Ну, че, у Кентавра 16 смертей от него. Он очень быстро файтил, умер. Раутенфарка тоже пару раз нафидела, и все. Она больше камбэкнуть в игру не смогла. Она четыре раза умерла, и все. Ничего, все. Больше ничего, если они представляют по игре. Так и не смогла камбэкнуть. Ну, аппарат Смирана. От них многого и не требуется. Посмотри, раз этом какой талант у Кентавра. А как он к этому пришел? Серебряный тир. Не, я понимаю, что бы там взял ауру от третьего скилла под медузу, вообще самая эта. Так он и скорость передвижения не взял. Да скорость передвижения не все берут, опять же. Так, не все. Все берут. Да не все. Все. Не все. А зачем тебе? Не, тебе вот эти... Вот эти пять здоровья, они тебя вообще ничего не дают. Но это такой коровый жадный вариант, потому что с этим пятью здоровья в секунду ты столько фармишь. Не, это вообще хрень полная. У тебя вангард, который тебе в полной мере отконпенсирует. Это охрененно. У тебя 50 хп регена на 15-20 минуте. Не, на Кентавре ты еще сапог. Которых ты быстрее достигнешь с вот этим. Ты на Кентавре сапог никогда не грейдишь. У тебя моспида очень мало. И вот эта двадцатка очень много дает. Не, я в здоровье сотню раз видел. От крутых игроков на Кентавре. Это прям фармплан. Ну такой, как вангвард на Аксе. Те же тоже вангвард на Аксе. Не в каждой игре помогает роль третьей позиции выполнять. Зато это настолько охренительный фармплан. Ты настолько более полезен. Само кшевки и вангарда полностью хватает. Куда тебе еще это здоровье? Ладно, мы на тему этого таланта 10 уровня. Который вряд ли решающее значение сыграл. Можем еще долго спорить. Но вот на 20-м это странно сыграть не со стампидом. Тем более, что на 25-м ты игноришь талант на ауру. Хотя аура под Медузу опять же очень хорошо. Ну вот представься, дровка будет. Хотя опять же физический урон с третьего скила. Опять же столько физического урона. И куда его девать? Донесусь. Всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать комментарии. И увидимся.